Все, кому нужно, все люди, условно, там, второго-третьего уровня, реально принимавшие решения, и вот не на первых полосах, они уже из Киева удрали. Это именно в рамках большого противостояния, не чисто военного, а большого противостояния с Западом, это знаковый момент, это, собственно говоря, демонстрация перелома ситуации, причем уже до абсолютно всех. Что вы, граждане буржуины, сделали в отношении Беларуси? И они не могут сказать, мы ничего не сделали. Уйти от роли, подготовленной роли сакральной жертвы, это далеко не просто. Вот Ближний Восток, то, что они сейчас там творят, это создание хаоса, это разрушение связанности между Европой, Персидским заливом и Китаем, ну, то есть, скобо говоря, отключая от нефти и всех, кого только можно, это вот здесь. Пакостить по мелочи будут не переставая, при первой же удобном возможности. Андрей Юрьевич, рад приветствовать вас. День добрый. Андрей Юрьевич, сразу несколько событий, которые, так или иначе, еще долго будут влиять на информационную повестку, да и не только, взятие Авдеевки. К этому успеху как стоит относиться, как к некому локальному успеху, либо все-таки, как к событию, которое раскрывает многие возможности, в том числе и для российской армии. Я постараюсь уйти от попыток как-то интерпретировать происходящее с точки зрения военной, поскольку, да, там четко говорится, что это оперативный успех, мы понимаем, что это знаковое событие, и он более важен не столько даже сам по себе, сколько это изменение, это перелом ситуации происходящей. То есть, по сути, мы видим подтверждение тех трендов, о которых мы говорили, что с той стороны заканчиваются ресурсы критические, заканчивается запас, нет их восполнения, и вопрос о том, как долго они продержатся, это вопрос именно времени. То есть, не когда, не будет ли, а вопрос когда. То есть, тут могут быть разные оценки, разные подсчеты, насколько упрутся, насколько будет понимание, что все уже невозможно, какая все равно помощь будет поступать, но это как бы вопрос, который стал понятен всем. Если даже месяц назад, два месяца назад, то, что мы говорили о том, что, ребят, перелом абсолютно явный, четкий, и мы, по сути, если не случится ничего экстраординарного, мы победили, просто мы придем к этому. Да, не сейчас, не нужно успокаиваться. То сейчас это стало очевидно по абсолютно всем более-менее серьезным аналитическим центрам. То есть, они говорят уже, четко понимая, что, да, с той стороны рассыпается ситуация, нет возможности, нет резервов, нет ресурсов. То есть, это даже более важно именно для западной аудитории. Им нужно, западных аналитиков, политиков, нужно привыкать и искать варианты, собственно говоря, смириться. Ну, и выступление, интервью Владимира Путина как раз и было в той логике, что, дорогие друзья, это наше внутреннее незначимое какое-то событие, забудьте о нем, уйдите от него, переключитесь на какие-то свои вопросы. Для вас это даже потери лица не будет, просто успокойтесь, уйдите. Тихо, мирно, спокойно, мы не будем вам об этом серьезно поминать. Но других вариантов не будет, вам придется это принять. Чем раньше вы это примете, тем называется лучше. То есть, это именно в рамках большого противостояния, не чисто военного, а большого противостояния с Западом, это знаковый момент, это, собственно говоря, демонстрация перелома ситуации, причем уже до абсолютно всех. Когда это стало доходить даже до современных европейских политиков, ну, это, как говорится, уже является показателем более чем ясным. И здесь на этом фоне появляется в определенном свете фамилия Навальный. Умирает человек в колонии, и сразу же, естественно, внимание приковано к этому событию, появляется супруга, дает всем понять, что она продолжит его дело и так далее, и так далее. Очень много аналогий тут у белорусов с Тихановской сразу возникает. Такая двойственная ситуация. Умер человек. Ну, тут бы поскорбить, ну, просто как человеческая трагедия. Но уж больно много совпадений. Вот почему именно сейчас. У Андрея Ильича Фурсова есть хороший ютуб-ролик, где прямым текстом сказано, что Навальный идет к тому, чтобы стать сакральной жертвой. Много-много лет назад написано. У меня тоже были заметки с объяснениями, что он образ сакральной жертвы, причем это еще было с его, когда он чуть не помер в самолете, вот ситуация была. То есть тогда уже было понятно, что к этому уйдет. То есть он уже отыгран как актор, как некая фигура, которой можно действовать, но у которой остался информационный еще некий бэкграунд, багаж, который можно использовать. И самый понятный, простой способ его использования, это создание, принесение его в жертву, в сакральную жертву. Ну, не просто так он полетел в Россию. То есть тут много факторов, которые говорят о том, что все было понятно, просчитано, он больше ни для чего не нужен. Поэтому вопрос уйти от роли, подготовленной роли сакральной жертвы, это далеко не просто. Это очень серьезно. Были в истории прецеденты, были, мы помним, историю с Рыбкиным, который в какой-то момент осознал, что не просто так его вытянули за пределы страны и судорожно поехал обратно, когда он должен был кандидатом в президент, идти и была эта история давно уже. Я думаю, мало кто уже вспоминает о ней, но такие ситуации были. Но по Навальному у него не было вариантов. Ну, понимаем, я, честно говоря, не знаю, нужно ли говорить, что он там инагент, включен список и прочее-прочее после смерти. То есть как-то такой момент. Но вот смысл в том, что по нему ситуация понятна. То есть он очень хорош, красивый образ, он больше ни для чего не нужен был своим, скажем так, ну, не хозяевам, но работодателям, и кто с ним работал. Поэтому это понятно. Ситуация, для чего это тоже понятно, она абсолютно вписывается в логику именно западного мышления, западного понимания событий, процессов. То есть это стандартные вещи. Мы даже можем посмотреть на то выступление, собственно говоря, его жены, которое было. Просто мне прислали раскладку, как профессиональные люди, занимающиеся на телевидении, в кино, просто по освещению, по свету, по телесуфлёру, по мимике. То есть это чётко видно, что работа была проделана большая, была подготовительная, серьёзная работа. И как бы мы её результат наблюдаем. Что это не просто так, что это не случайно, что это слишком художественно, слишком красиво, слишком серьёзные ресурсы были сделаны в эту картинку. Мы понимаем, что таких случайностей не бывает. То есть это было, понятное дело, подставлено под Мюнхенское совещание. Но тут мы вспоминаем Авдеевку, которая очень красиво обнулила всю эту деятельность. Всю эту действительность. Чётко, быстро, красиво, то есть поломала планы, сломала игру. В чём и вызван был некий шок и непонимание у западных политиков, собравшихся, они не к этому готовились. То есть был слом алгоритма. Поэтому многие вещи, которые можно было бы пропустить, не заметить, стали очень видны. Да, чётко. Кто чего обнулял? То есть видите, как получилось. Они-то, я так понимаю, планировали обнулить успехи, допустим, на линии боевого соприкосновения, а получилось ровно наоборот. Слишком быстро всё пошло. Тут мы должны поблагодарить наших ребят, которые очень быстро это всё сделали. То есть тут ситуация рассыпалась практически одного момента. То есть это понятно, что самый лучший экспромт это хорошо подготовленный экспромт. То есть тут сыграло то, что быстро, в моменте не было и уже появилось. И никак не реагируешь, и не успеешь переиграть. И поэтому процессы запущены. Но всё-таки мы исходим из того, если мы посмотрим просто, когда Алексея Навального посещали скажем так, юристы, адвокаты, кто там был, и по времени мы понимаем, что процессы уже были запущены. То есть отыграть назад уже было нельзя. Всё. Ну, собственно говоря, мы эту картину наблюдаем. Супруга, у неё уже, так понимаю, тоже другой судьбы, собственно, вряд ли она вольна распоряжаться своей судьбой. То есть ей роль уготована, и она так или иначе будет её выполнять. Конечно, в чужой стране без работы, в полной зависимости от финансовых потоков. Конкретно его жена, ну, у неё нет никакой уникальности, значимости именно к ней. Будет другая ситуация. Возьмут другую фигуру, будут раскручивать. Просто с точки зрения англосаксонского понимания цветных революций, и разрушения режимов необходим оппозиционер. Яркий, красивый, необходимый элемент шоу-бизнеса для его раскрутки. Вот выбрали. Да, у неё судьба, то есть, ну, она сама выбрала эту судьбу, когда ввязалась в своё время во все эти игры. Тут нужно чётко понимать, что у этих всех ситуаций вход очень дешёвый с точки зрения последствий. Да, ты получаешь предложение, ты можешь туда пойти, получая в итоге тебе кажется в разы больше, чем есть сейчас. Но проблема в том, что это не вариант прийти подзаработать и ушёл. Тебе переплачивают, платят много больше, и ты потом вынужден будешь, по сути, уйти. То есть, уйти просто так нельзя. Ну, это как, называется, в мафии вход рубль, выход сто. Вот примерно так же. Поэтому, пойдя туда за большими, за благами, за большими деньгами, за каким-то признанием, элементами тщеславия, уже не суть важна. По сути, отказываешься от себя. Продаёшь себя, ну, не в рабство, но близко к этому. Это как футболисты, подписывая контракт, они теряют возможность очень серьёзные ограничения по профессии. Как молодые музыканты, которые никто, ноунейм, они подписывают контракт, продюсеры их раскручивают, в какой-то момент чудный музыкант принимает решение уйти от продюсера сама дура, и вдруг оказывается, что он никто, что все его песни, вплоть до псевдонима, вплоть до раскрученного бренда, принадлежат продюсеру. И продюсер принимает следующих. Где-то это одиночные исполнители, а где-то это целый конвейер по созданию айдолов в той же Корее. Однотипные девочки, мальчики по кругу, по кругу, по кругу, по кругу, вот это и есть. То есть, по сути, то, что мы наблюдаем, Запад подбирает себе под нужную роль конкретных людей, которых они используют, а потом выкинут. Точно так же, как это произошло с Алексеем Навальным. Он был, подходил под шаблон, он был выбран из множества потенциальных, использован, когда стало понятно, что все, он уже отыграл свое и больше не может быть, в конце, собственно говоря, сделали финальный аккорд. Хоть что-то называется еще какую-то пользу. и те, кто будут сейчас пытаться идти за женой Навального, думая о том, что она что-то говорит, а нет. Она такой же актер, который в какой-то момент сделал большую глупость, счетчик проданных душ увеличился на единичку, а теперь у нее нет вариантов. И будет ли она это принимать искренне, не понимая, что делает, или она будет это делать, но понимая, что, собственно говоря, ей не очень это хочется, это уже как бы ее проблема. То есть, тут можно человеку посочувствовать, но надо понимать, что каждый выбирает свою дорогу сам. Я не просто так упомянул Тихановскую, ситуация несколько похожа, не совсем полностью, но вместе с тем. Я часто задаю вопрос Тихановскую, вот многих наших на белорусских, я имею в виду, беглых, которые сейчас на Западе живут и живут неплохо. В общем-то, ну так, во всяком случае, внешне все это выглядит. Я думаю, что серьезные люди на том же Западе уже давно поняли, что, в общем-то, ну это, как уже звучало в нашем разговоре, это игрная карта, но все равно продолжают их кормить. Проект запущен, команды на остановку отмены проекта нету. Плюс необходимо что-то делать. То есть, если вы приходите и по итогу года спрашивают, что вы, граждане-буржуины, сделали в отношении Беларуси. И они не могут сказать, мы ничего не сделали. Но чего-то серьезного, значимого они тоже не могут сделать. Но они прикладывают отчет, что они вот делали, каких-нибудь еще напридумывают отчетов там по свободе чего-нибудь, там, наши любимые тоталитарные секты там гоняют, еще какие-нибудь такие вот вещи. Вот приложили, вроде работа есть. Ее эффективность минимальнейшая. Но для отчетности, для формальной отчетности этого хватает. Будут спрашивать за результат, ну, тогда будут говорить, и средства нужны другие, и люди другие, и выделите нам. А так, бюджет есть, движение есть, поскольку деньги ждут не только на то, чтобы кормить вот этих вот бегунцов, но и на то, чтобы кормить аппарат, который вокруг них живет. Собственно говоря, пишет отчет, едет в командировки, проводит встречи, конференции, семинары, которые что-то делают. Все при деле. Все вроде как работу работают. Ну, и зачем им это менять? Классическая корпоративная, эффективный менеджер и офисный планктон, в действии. Ну, если такая же история повторится, и будет фигура супруги Навального использоваться точно так же в отношении России, то, в общем-то, и слава Богу, что называется. Ну, их так и используют. Мы можем посмотреть этот список людей с бледными лицами, они так и живут. Там четко видно, кто оказался неудел, кому денег не платят, кто начинает уже придумывать себе поводы привлечь себе внимание и подавать сигналы. Это же процессы видны. Тех, кого не кормят, те, собственно говоря, начинают дергаться, понимают, что деньги заканчиваются. А те, у кого есть источник дохода, они продолжают вот нести все, что они несут. Ну, не из воздуха же они деньги берут. Не просто ж так. Они нигде не работают толком, но они ничего не умеют, как правило. Поэтому, да, значит, у них есть какой-то источник дохода. Какой источник дохода может быть у непримиримых оппозиционеров, у которых, которые нигде не работают. Ну, те, для кого они нужны. Поэтому, смотрим на лощеные физиономии убежавших, кто чувствует себя лучше, собственно говоря, тот и сидит на подкормке. А в экономике прогнозы были там два-три года назад в отношении экономики России и Беларуси. В чем не сложился пазл, скажите, пожалуйста, вот у людей, которые планировали, что будет массовый обвал, крах, все, и мы рухнем, и просто сдадимся. Они продолжают жить, если мы говорим про западных, они продолжают жить в стереотипах и представлениях середины нулевых годов, даже начало нулевых годов. В том, что экономика полностью, вообще мир полностью контролируется Соединенными Штатами, трансональными корпорациями, и любое решение можно провести, надавить. И для них был очень серьезный шок, когда страны не Запада встали в нейтральную позицию конфликту, не стали поддерживать, по сути, ни ту, ни другую сторону, а некоторые даже стали в положительный нейтралитет по отношению к России. Ну, это Китай называется, дали по списку. Да, понятное дело, мы не говорим о полноценном союзничестве, но оно и не нужно было. Нам было достаточно именно положительного нейтралитета. И он произошел. И оказалось, что контроля над многими системами больше нет. И Россия спокойно могла настроить ее. Плюс была допущена очень серьезная ошибка в начале экономической войны, когда все санкции были введены разом, то есть, что нельзя было делать. Ну, а далее произошел очень интересный эффект. То, что экономика России долгое время держалась на полуживом состоянии за счет искусственных ограничений той же монетизации. То есть, у нас уровень монетизации в разы меньше, чем необходим для нормального функционирования экономики. Собственно, это является ограничением. Не в том плане, что можно печатать денег бесконечно, а в том плане, что даже вернувшись к нормальному положению, можно уже много компенсировать. И это делалось. потихоньку, не торопясь, в нужном темпе. И оно дало результат. То есть, не было бы счастья, да несчастье помогло. Многие принципы стали закрываться. Те вещи, которые были запрещены делать в рамках неких монетарных представлений, западно навязанных там, вашингтонского консенсуса и прочее, они стали делать сейчас. Начали резать, начали уменьшать, начали ограничения на движение капитала вводить. И сразу выяснилось, что проблем таких существенных, как было, нет. То есть, просто небольшое наведение порядка и оно начало улучшаться. Это не было, к сожалению, это не является осознанной политикой современного, например, центрального банка. Да, его многие хвалят, что он смог протянуть в это время, но вопрос, фактически, центральный банк полностью должен управлять всей монетарной системой, контролировать ее. У него есть все инструменты, рычаги. То, что они добровольно отказались от многих инструментов, это не в плюс говорит, это говорит им в минус. Ну, а далее мы наблюдаем замечательную ситуацию, замечательную ситуацию наблюдали. Когда пошли ограничения, пошло изменение принципов, причем недобровольное. Многие вещи делались не потому, что было принято решение так сделать, а просто потому, что по-другому уже не получалось. Это надо было делать. Когда у нас по итогу 23-го года рост экономики оказался 3,6%, а все прогнозы всю дорогу говорили 1-2%, то есть вот такие вот вещи, причем и у нас, и там, это говорит о том, что нет понимания вообще, как экономика работает. То есть те модели, которые используются, неадекватны, но если они не могут даже в краткосроке, имея все вводные, все знания, поскольку у страны банка есть все параметры, какие ему только нужно, нету модели, которая бы предсказала, которая дает такую дикую неточность, ну, коллеги, это ненормально. И мы получаем, что с одной стороны, да, мы прошли, причем мы прошли где-то благодаря, где-то вопреки, где-то это ручное управление было, которое было, шло, наплевав на все прогнозы, на все модели, но хватит. Давайте пытаться делать систему, давайте понимать, как это происходит. Да, в идеале, хотелось бы прийти к многоконтурной системе, где деньги будут, собственно говоря, будет денежная масса, которая нужна для текущего обращения, будет отдельный контур инвестиционный, где деньги будут имитироваться под проекты, когда проекты закрываются, они будут изыматься из экономики, то есть как бы, ну, вот не просто имитируй, не просто, ну, сейчас, потому что у нас монетарная логика очень простая, давайте просто накачивать экономику деньгами, и она сама все решит. Но в текущей ситуации у нас нет других инструментов, мы вынуждены этим пользоваться, но потом это будет нельзя делать. То есть это ограничены по времени инструменты, но это все равно, что мы, например, начинаем экономию, ну, размеры сельскохозяйственного, какого-нибудь, агрохолдинга, измерять в миллионах тонн биомассы, которую он вырастил. А что там? Зерно, мясо, яйца, молоко, что там на выходе получается? Не знаем, говорит, биомассу. Но вот размеры по ВВП, по росту, это примерно так же. Мы должны будем от этого уходить. Но здесь и сейчас, в ближайшие, ну, несколько прошедших лет и ближайшие годы, пока мы не перестроим полностью экономику, мы все равно вынуждены. Плюс у нас есть гармонный запас по недостаточной монетизации, то есть мы можем это вытаскивать. Да, это промежуточный момент, мы можем это делать точечно, но это надо делать. Поэтому прошли, слава богу, где-то благодаря, где-то вопреки, где-то могли дать результаты выше, но это не устойчивая система. То есть долгосроки, так работать, конечно, нельзя, нужно более точно, более внимательно. И мы все-таки очень надеемся, что, ну, экономикой нужно управлять в целом. Нельзя экономикой управлять на уровне противоречия конфликтов. Вот нужен человек, который это будет курировать. В чем, конечно, команда, вот которая будет этим заниматься. И тогда, собственно говоря, у нас есть очень хорошие шансы и потом перейти уже к нормальному планированию народно-хозяйственного комплекса. Не теоретические разговоры. Тут много тоже рассказов. Давайте что-нибудь нарисуем, матрицы там, как-то это посчитаем. Друзья, это более сложная ситуация. Но, с другой стороны, ну, то есть не нужно жестко планировать то, что сам регулируется. Но, с другой стороны, на саморегуляцию все нельзя отдавать. И мы получаем ситуацию, когда решаемо, да, причем задача инженерная, решаемая творческая инженерная задача. Человек с инженерным мышлением, который балансы умеет смотреть, вот это аккуратное уравнение, ну, он справится. Разберет эти законы, систематизирует, на это нужно заняться. То есть, по-хорошему, нужны технари, нужны с экономическим бэкграундом, с монетарным бэкграундом. И вот будет результат. Ну, в конце концов, есть все-таки пример Беларуси той же, где, в общем-то, нашли какую-то, ну, может быть, до конца все равно не идеальный, так здесь идеала, наверное, нету. Не было идеала, конечно. Но какой-то вот баланс госрегулирования, планирования, государственного планирования, да, и вместе с тем и развитие частной инициативы. В сталинской экономике 8% экономики приходилось, позднее сталинская, на артеле. 75% номенклатуры производилось ими. Собственно говоря, до хрущевских, ну, хрущевские реформы, это все порушили. В Нью-Артеле как раз были то, как раз частная инициатива. Никто не заставляет нас частную инициативу до этого уровня. Если предприятие хорошо работает, оно замечательно будет себя чувствовать и в контуре управления, где ему будут ставить какие-то границы, планы, объяснять, куда это движется, оно будет встроено в общую политику. Мы сейчас наблюдаем истории с незаконной приватизацией, которые по России пошли. Но это же явно делается не потому, что завод хорошо работал, к нему не было претензий, и тут вдруг захотели его перевести на баланс государства. Нет. Как правило, там истории, что начинался саботаж. Начиналось, причем саботаж настолько целеустремленный и напряженный, что других вариантов просто не оставалось. Но никто в здравом уме и твердой памяти не будет себе набирать проблем с управлением там, где это можно не делать. Приоритеты сейчас другие. Задач у всех выше крыши. Но если мы видим, что идет национализация, незаконная приватизация, то это означает, что там недоговороспособные собственники были, которые не поняли важность момента. Ну, шутки шутками. С февраля 22-го года 55 дел о передаче частной собственности государства уже возбуждены в России. Челябинские заводы, которые сейчас просто на слуху, ну, это просто потому, что они сейчас на слуху, а вообще гораздо больше всего происходит. Будучи сам родом из Челябинска, где прожил первые 6 лет и бывал там практически каждое лето в детстве, да, заводы нужно выносить за территорию города, ибо экология. Возвращаясь к ситуации вокруг Украины, ну, и, наверное, рядом, тут получается так. Поляки просто пошли наперекор всем европейским властям, я имею в виду польских фермеров, а также к ним уже примкнули польские охотники, которым послушаем и рыболовки. Ну, нет, ну, это серьезно. Тема, оказывается, можно на всякий случай и гладкоствольные, и не только, и также и нарезные ружья с собой иметь. фермеры и других европейских стран подключаются к этим процессам, перекрываются уже железнодорожные сообщения, зерно украинское высыпается прямо вот демонстративно, в общем, где споймали, там и высыпали, что называется. Никак не хотят люди простые, это вот, ну, если взять поляков, те же фермеры, подчиняться глобальной повестке. Своя рубашка ближе к телу и, понятное дело, одна ситуация, когда вам предлагают кого-то поддержать, но желательно не за ваш счет, а за счет неких абстрактных каких-то там государства, буржуины и прочее, прочее, это ладно. Другой момент, когда начинают пытаться поддерживать сначала за счет государства, то есть вы четко понимаете, что вам сейчас будут срезать субсидии и давать их этим. А дальше возникает вопрос, если эти являются своими, это одна ситуация, тогда действительно, когда у нас начинают периодически на уровне бытового шовинизма говорить, вот люди там территории новых приехали, вот им тут детские сады, поликлиники, а почему, а пусть они, ребят, это наши граждане, все, это мы, здесь нет разделения, это такие же люди, как и мы, и им не повезло много больше, они годами жили под бомбежками, у них погибшие, у них все разрушено, все потеряло, и от того, что им чуть-чуть дали возможность как-то компенсировать, вас подвинув, вы переживете, у них других вариантов, им это для выживания надо, поэтому давайте как-то вот нормально относиться, без этого, ну, действительно, бытового шовинизма, по-другому просто, не скажешь уже, но это наши люди, мы понимаем, что это люди, которые возвращаются, которые сознательно выбрали, чтобы стать нашими, у которых была возможность и на Запад дернуться, и Европу поехать, еще они остались, они претерпели, они стали, все, они все прошли через проверки, давайте как бы понимать, что контрразведка работает, если бы к ним были вопросы, вопросы были бы заданы, проверяют, поэтому если к человеку будут вопросы, его бы здесь не было, да, конечно, какой-то малый процент проскочит, но абсолютное большинство это люди, которые уже граждане, которых уже проверили, относитесь к ним нормально, со стороны Польши ситуация другая, они не воспринимают тех украинцев, которые к ним приезжают как с вами в принципе, но это и понятно, поскольку те как бы и не хотят быть поляками, они продолжают быть галичанами, продолжают быть украинцами, малороссами, но они не хотят быть поляками, поэтому с точки зрения почему польское население не очень хочет делиться, понятно, это не то чтобы принимается, но это понимается, по крайней мере, то есть как бы это все-таки, да, плюс какие-то дальние родственники, но чужие, а с точки зрения фермеров, у которых конкретно начинают отбирать, не просто в общем государство делится, а конкретно у них, их отрасли, их хозяйство начинают уйти, конечно, у них есть негатив, конечно, у них есть непонимание, есть по-хорошему вопросы, ну, это было прогнозируемо, вопросы не столько даже к ним, сколько вопрос к их государству, если оно хочет помогать, то почему оно это делает таким образом, что появляются конфликты, и есть, ну, скажем так, нельзя отметать тот факт, что многие конфликты просто сделаны специально, понимая, какая будет реакция, вы не предотвращаете, не занимаетесь профилактикой, а вы их запускаете и допускаете изначально, вот вполне может быть такая ситуация, поэтому, плюс это всем удобно, всем выгодно, мы бы помогли, но то же самое мы наблюдаем сейчас в Соединенные Штаты, если бы было желание выделить эти 60 миллиардов долларов, которые есть, они бы замечательно встретились, договорились, нашли бы компромисс, в течение нескольких часов, но они уже месяцы ругаются, не сдвигаются ни на минимум, но у каждой из сторон есть оправдание, одни говорят, мы готовы выделить, но эти не дают, другие говорят, мы готовы тоже, но тогда пусть они хоть немножко пойдут нам навстречу, и получаются ситуации, когда вроде бы и все виноваты, и никто не виноват, и ничего не происходит, ну вот то же самое и в Польше вполне может быть. Да, вот у вас в Телеграме по поводу этих 60 миллиардов прочел и соглашусь, что дело сейчас не в деньгах, ну если уже говорить о помощи Украине. Конечно. Абсолютно. Критический ресурс, да, да. Деньги, ну, 60 миллиардов, когда имеешь свой собственный печатный станок, ну да, эта сумма, конечно, она звучит, особенно если растиражировать ее в СМИ, это выглядит большой, огромной суммой, но когда у тебя свой печатный станок, да хоть 600? Есть, конечно, проблемы, сложности, да, 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 но это решаемо. Да, то есть хотели бы, быстренько бы выделили. Конечно. Вопрос же, критический ресурс противостояния с той стороны, это подготовленные, вооруженные, мотивированные войска, которых нет. Мобилизационный ресурс практически исчерпан, то есть отлавливают кого могут по-последнему, а вооружения нет, снарядов нет, люди не обучены, это все требует время. Тяжелую, сложную технику передавать, но какая-то сложная техника должна, ну, собственно говоря, ну, люди должны подготовиться к ней. Это инфраструктура, это создание, никогда там какой-нибудь Rain Metal заявляют, что они сейчас на территории Украины поставят заводы по производству снарядов вооружения и далее по списку, но это издевательство. Ну, во-первых, сколько заводы строятся, во-вторых, вы что, искренне думаете, что туда ничего не прилетит? Так первым делом же, дождутся, пока завезут туда технику, оборудование, станки, и туда обязательно что-нибудь прилетит. Ну, не бывает чудес. Ну, давайте не играть в шахматы, когда вы делаете по 3-4 хода, а противник один. Ну, есть ответные действия, просчитываются, все прекрасно все понимают. Есть красивые слова, сказанные, якобы, в поддержку, которые можно тиражировать, можно новости выпускать, можно запускать зарадо-перемогу, вот эти вот классические качели, но ничего не делать при этом. Это было понятно изначально, что есть какой-то предел того, что они готовы пожертвовать, предел достигнут, все, друзья. Что-то еще наскребут. Ну, просто для того, чтобы не было потери лица, чтобы было вот ощущение как-то поддерживать, чтобы не рассыпалось все. Но это именно будет что-то. Это будет даже меньше, чем минимальные потребности, причем очень меньше. Из серии хоть что-то. Все, кому нужно, все люди, условно, там, второго, третьего уровня, реально принимавшие решения, и вот не на первых полосах, они уже из Киева удрали. Они уже выехали еще, называется, по лету, весне, там, оставшиеся, выезжали 23-го года, выехали уже, получили, кто-то получил гражданство, кто в процессе завершения, семьи, капиталы, все, что могли, вывезли, все, они уже там. Когда происходит подписание какого-нибудь соглашения о чем-нибудь с Киевом, всегда интересно посмотреть, какие там пункты есть на предмет того, что, а какая еще помощь, о эвакуации, о какие-то моменты, то есть, поскольку в таких соглашениях очень удобно прописывать механизмы для легализации своих, называется, компрадоров, которые надо вывозить у себя. Вот есть основания, есть межправсоглашение, пожалуйста, называется, вот на его основании, и это основание для представления вид на жительство, беженство, гражданство, то есть, вот чего-то вот такого вот вполне. Поэтому не все сделано. То есть, вот ряд соглашений, которые подписаны сейчас сначала с Британией, потом с Германией, с Францией, это как раз вот про это? Там пиар, конечно, и я подозреваю, что там есть какие-то пункты, понятно, что далеко не все показывается, мягко скажем так, да и разбираться в этих благоглупостях не очень хочется, которые очень серьезно облегчат именно последующую локализацию и переезд людей. Ну, не просто так, то есть, как бы в этом есть свой смысл и это процедуры, которые очень упрощают, не нужно ждать. Плюс люди, которые сейчас там остаются работать, выполняя, называется, злую волю, они четко понимают, что есть механизм, где они будут не просителями, они просто в рамках этого механизма приедут и все получат. Даже если у них еще нет гражданства той страны, там каких-то вывезенных капиталов, хотя у многих это уже все есть. Они просто в какой-то момент понимают, что это можно сделать. Вот и все. Конечно, они готовы, они за это и отдадут, и подпишут, и много чего не обещают. То есть, тут все уже давно живут по принципу, каждый сам за себя. Об Америке. Александр Лукашенко высказал такую идею, что гегемон, я процитирую, гегемону надоело ломать зубы о Беларусь, которую даже не каждый американец найдет на карте мира. Но такое ощущение, что не только о Беларусь надоело ломать зубы, ввиду того, что зубы в общем-то еще понадобятся, как многие говорят, гегемону совершенно в других точках мира. Конечно. Это точка Юго-Восточной Азии, 2025-2026 год, собственно говоря, точка принятия решений по противостоянию с Китаем, вот оно там будет. И все-таки из Европы они уходят, и этот процесс уже запущен. Да, да, да. Собственно говоря, об этом много лет я уже говорил, что именно чисто в намерениях, по ресурсам, по возможностям им нужно будет покидать Европу. И вся концентрация ресурса должна быть в Юго-Восточной Азии, потому что нужно будет останавливать Китай. Если они не займутся Китаем, его не остановят, то когда они полностью откатятся из Восточного полушария, Китай станет гегемоном в Восточном полушарии. Это проблемы для будущего. Они не могут себе позволить уйти на перезагрузку, на внутренние изменения, оставив после себя сильного врага. Им нужен хаос. Вот Ближний Восток, то, что они сейчас там творят, это создание хаоса, это разрушение связанности между Европой и Персидским заливом и Китаем, то есть, скучно говоря, отключая от нефти и всех, кого только можно, это вот здесь. То есть ситуацию будут раздувать, ситуацию будут обострять. У них нет цели не захватить, не победить кого-то. Их цель создать ситуацию самоподдерживающегося, не прекращающегося хаоса, к чему они и стремятся. Уверен, что будут попытки дестабилизации ситуации в России и в Беларуси, особенно в России ввиду президентских выборов, которые вот-вот уже. то есть это вот недалекая совершенно перспектива. Беларуси парламентские, ну, у нас тут единый день голосования, чего у нас никогда не было, в общем-то, тоже такое впервые. Можно говорить, конечно, если о Беларуси, то в более глубоких процессах, например, изменения Конституции, которые у нас уже приняты, появление Всебелорусского национального собрания, оно наделяется с очень серьезными полномочиями и тоже такого органа не было, в общем-то, у нас никогда. И все это, в первую очередь, направлено на укрепление именно роли государства и самого государства, как Конститута. Это приобретает особую роль просто сегодня, вот именно усиление своего государства, если мы хотим, опять же, говорить о каком-то будущем. Четко давайте понимать, ну, во-первых, то, что вы сказали про усиление роли государства в условиях, когда мир штормит, когда глобальная связанность распадается, это сверхважный, абсолютно правильный ход, то есть тут как бы вариантов нет, это любое государство, которое хочет сохраниться, любая страна должна этим заниматься сейчас. По поводу дестабилизации, если у них будет шанс сделать это незатратно, несложно, да, но это уже не первый приоритет. То есть мы уже выдержали это давление, когда Россия в приоритете падает, падает и падает. Очень интересно сейчас считать аналитические статьи, у них даже к заглавной странице, там уже нет происходящих вот тут в Восточной Европе, Китай, вопросы противостояния, вся их чудно-инклюзивная повестка, вот все туда. Внутренние проблемы, конфликты на границе мексиканской, вот это вот оно все ушло уже. И это будет дальше уходить. Поэтому будет шанс легко напакостить, тут же сделают. Если для этого нужно будет напрягать ресурсы, которых становятся все меньше и меньше, то нет. По мелочи обязательно. Пакостить по мелочи будут не переставая, при первой же удобной возможности. Что-то крупное, ну, по мере ввязывания в проблемы, но они даже не стали лезть в противостояние Венесуэлы и Гаяны, где фактически Венесуэла собралась забрать значимую часть Гаяны, ловив ее своим штатом, со всеми богатствами. То есть, понимаешь, это не текущий и не среднесрочный вопрос, а долгосрочный вопрос паритетов, но у США даже нет ресурсов у себя в подбрюшке кто-то наводить какой-то порядок. То есть, а мы тут говорим о каких-то больших пакостях с другой стороны мира. То есть, тут ситуация очень серьезно меняется, я бы еще Эквадор вспомнил, который резко решил передумывать передавать свое оружие Соединенным Штатам в перспективе, которая будет передана Украине. Инстин самосохранения сработал. Просто потому, что в России сказали, ну раз так, то у вас бананы ваши как-то не очень. И тогда на те самые порядка 600-700 миллионов долларов по году мы у вас перестаем покупать. Идут Штаты и, собственно, тоже ничего не смогли сделать. Да. У них нет возможности, конечно, конечно. Но возможности именно экономически решить вопрос нет, а силовой политический инструмент больше не работает. Все правильно называется. Ресурсов нет. И тут выясняется, что многие друзья оказываются не совсем друзья. Спасибо, Андрей Юрьевич, за разговор. Удачи, всего доброго. Всего доброго, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok